Всем привет! С вами Андрей Санар. И тут у меня очередная новиночка. Ну, она не совсем новиночка, но это очень интересное усовершенствование уже известной, заслуженной, старой доброй лодки. Это Argon 300, сделанный из ТПУ. Фактически, это по крафт, весом 3,8 килограмма. Как известно, лодки из ТПУ работают на сверхнизком давлении, это до 0,15 атмосферы. Если диаметр баллона меньше 33 сантиметров на таком давлении, то если по центру лодки садится такой вот тяжеловес, как я, то посередине эта лодочка может подломиться. Чтобы этого не происходило, нужно увеличивать диаметр баллона. Например, у нашего по крафта чихонь диаметр баллона, фактически это самый минимальный для таких вот целей, это 33 сантиметра. С учетом того, что ТПУ ткань растягивается, получается 34 сантиметра. А у бигфишпаков вообще 35 сантиметров, а с учетом растяжения где-то 36. Вот понимаете, что нужно делать для того, чтобы ТПУшная лодка держала жесткость при центральной посадке, когда туда садится хороший такой 100 килограммовый мужик. А вот это аргон. У него диаметр баллона 27 с половиной сантиметров, не больше. И его, безусловно, сломает по центру, если я в него надую обычное вот это вот низкое давление и сяду по центру. Но мы сделали кое-какую хитрость. Давайте мы ее сейчас посмотрим. Я сегодня жулик и взял с собой БТПшку. Новый аккумулятор к БТПшке. БТПшка, а именно высокопроизводительный насос Браво БТП-12 может давать давление до одной атмосферы и позволяет точно выставлять нужное давление накачки. По достижению этого давления он отключается. Ставим чуть меньше, чем 0,15 атмосферы. А не дает он больше 0,1 накачать, потому что переходник Голубева не подходит к лепестковому клапану, воздух сразу отсюда выходит. Ну ладно, будем эксплуатировать лодку на давление 0,1 атмосферы. Это еще интереснее. Сейчас мы проверим, какое давление. Если я смогу додуть туда воздух, значит давление меньше 0,1. Если не смогу додуть, значит давление больше. Спокойно додуваю, значит здесь даже 0,1 нет. Ну, я дую сильно, может быть где-то на 0,12. Вот так вот. Ну а тут вообще мало. О, теперь хорошо. Объем небольшой, надулся быстро. Ну и для полного комфорта у меня вот завалялась спинка от сидушки чихони. Сейчас поставлю эту спинку сюда. Дождичек пошел, но он, я думаю, нам не помеха. Смотрите, что мы сделали и почему это круто. Самая главная деталь это вон та черная штуковина. Это как бы половинка донышка и одновременно сидушка. Поэтому я назвал ее хитрой сидушкой или смарт-сидушкой. Фактически это такое NDND донышко, сделанное из ТПУ. Весит всего 600 граммов. Но оно нужно для того, чтобы лодку не ломало. Вся нагрузка распределяется по всей площади днища. Это по задумке. А сейчас мы на практике проверим, сработает ли наша задумка или нет. На это донышко удобно класть вещи. Они не продавят его. Вот так вот идеально фиксируется рюкзачок. Он лежит на этом вкладном смарт-сидении. Не продавливает вниз днища. И получается все просто замечательно. Но посмотрим, как лодка будет вести себя на воде. И вот, друзья, момент истины. Я на воде. Смотрим на баллон. Ни единого подлома. Давление 0,1. Может быть 0,12. Сколько мои легкие позволили дать. Само донышко распределяет вес как на баллоны, так и на днище. Оно установлено таким образом, чтобы поддерживаться с помощью люверсных полос на баллонах. И своей большой площадью упирается на днище. Ну что, давайте пройдемся на этом аргончике. Ход у него великолепный. Все-таки это байдарка, а не пакрафт. И поэтому его байдарочные обводы это один большой плюс. Напомню, баллоны здесь 27,5 сантиметров. Это маленькая лодочка с баллонами небольшого диаметра. Но эта новая смарт-сидушка дала возможность сесть в этой лодке по центру и не сломать ее пополам. Продолжение следует... Нет. Ну-у-у-у! Ну что, друзья мои, я вот тут уже минут 20 катаюсь, получаю удовольствие, лодка вышла что надо. Вот курсовой стабилизатор ей добавить и вообще будет, ну просто лафа. Пожалуй, я эту лодочку оставлю себе как самый-самый легкий комплектик для полностью автономной рыбалки. На это самое донышко назад можно и самокат электрический класть. Он там будет лежать как в гамачке. И да, в одном сообществе уже придумали мемчик со мной, что я из любой лодки могу сделать рыболовную, добавив к ней какой-нибудь спиннингодержатель и моторчик. Спиннингодержатель я уже добавил. А может и моторчик потом добавлю. Ну клапан мы, конечно, перенесем в заднюю часть смарт-сидушки, потому что он тут очень на месте. Вот так сразу раз и получилось. Все так, как мы и рассчитывали. Так что мы это смарт-сидение в ближайшее время запустим в продажу. Оно будет актуально для людей достаточно большого веса, которые используют лодки из ТПУ с небольшим диаметром баллонов и центральной посадкой. Например, это аргончики из ТПУ. Это, допустим, Пакрафт Аврора. Это какие-то Пакрафты двойки с 30-м баллоном и с центральной посадкой. Вот там это сидение будет максимально к месту. Кроме того, его можно использовать в лодках других производителей, так как ширина его равна усредненной ширине кокпита большинства Пакрафтов. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!